всем привет меня зовут наталья сафронова в этом ролике мы обсудим пять ошибок руководителей как не надо делать для того чтобы не демотивировать свою команду первое что могу сказать не нужно управлять на основе чувства вины и чувства страха потому что смысл коммуникации в той реакции которую она вызывает если вы вызываете ваших подчиненных чувство вины или чувство страха то вы очень сильно снижаете потенциал людей и они не очень-то готовы и вовлечены в задачу потому что они занимаются саморефлексией и успокаивают свое внутреннее состояние и не думают про задачи следующая ошибка которую я могу обозначить это нарушение тайминга и регламентов встреч и совещаний если вы позже начинаете совещание и затягиваете их никогда неизвестно когда она закончится то в таких совещаниях люди совершенно не работоспособны они просто ждут и думают когда это закончится и как передвинуть дальнейшие свои планы на день поэтому нарушать регламент встреч это такая очень серьезная частая ошибка и она очень серьезная также ни в коем случае нельзя пугать своих подчиненных вышестоящим руководством потому что иногда это делают руководители они говорят вот сейчас приедет кто-то вышестоящий и надо срочно срочно здесь навести порядок или как-то всем показать вид что мы делаем красные дорожки расстелить и так далее это подрывает авторитет ваш авторитет подрывает потому что тогда люди думают что не вы для них важны а важно чтобы ну показать себя лицом перед вышестоящим руководителем и когда руководитель теряет авторитет то потом его создать или вернуть очень сложно также ни в коем случае нельзя начинать совещание встречи с разбора полетов и обсуждение ошибок это нужная часть любого совещания разобрать свой опыт найти какие-то решения на будущее как улучшить но ни в коем случае нельзя с этого начинать начинать лучше с какой-то такой беседы о том какие может быть достижения у людей есть за последний период круг благодарности можно пройти кому и за что они могут сделать высказать благодарность то есть более такую мягкую коммуникацию в начале встречи для того чтобы потом люди были более ресурсными для решения каких-то серьезных задач и еще один интересный такой вредный на совет ли как не надо делать это внедрять какие-то изменения в обычный образ жизни коллектива не учитывая антропологические особенности ну расскажу например что иногда руководители начинают запрещать какие-то допустим традиционные чаепитие или кофе питье с утра или запрещают например курилку или ходить в курилку запрещают ну или еще какие-то вот запреты которые влияют на естественные образы жизни людей в компании в коллективе дело в том что когда люди стихийным образом стекаются в какую-то коммуникацию свою неформальную у них обязательно есть какая-то своя цель в этом иногда это эффективное решение каких-то не форм в неформальной обстановке эффективное решение бизнес задач происходит иногда это даже планерки можно назвать иногда это просто психологическая помощь и разгрузка если вы хотите отменить какой-то вот такой ритуал в кавычках скажу то обязательно дайте возможность где в другом месте люди могут эту цель и реализовать потому что если отменили ритуал но этой цели не дали выход в другом пространстве то скорее всего люди будут саботировать те ваши решения которые вы внедряете без четко их интересов